Привет и добро пожаловать обратно в Сноураннер. И это будет наш первый взгляд на регион предстоящего 12 сезона, Северная Каролина. На самом деле это действительно удивительное дополнение, не обязательно само дополнение 12 сезона, но это удивительный регион, по крайней мере на мой взгляд. Так вот одна из самых больших вещей, от которой я в восторге, заключается в том, что это полноценное дополнение для 4 сезонов. В 12 сезоне мы получим 4 полноразмерные карты, или по крайней мере 4 полноразмерные карты, насколько нам известно. Однако теперь, когда вы загружаетесь на тестовой площадке, все становится немного интереснее, потому что мы впервые видим некоторые из новых транспортных средств. Теперь новые транспортные средства, как я уже говорил ранее, очень интересны, потому что у нас есть новый автомобиль в готовом виде. Сейчас мы прокрутим страницу до конца, и ты увидишь, что в данный момент она заблокирована, но мы сможем продолжить и просмотреть этот грузовик. Так вот, это не лицензированный грузовик. Хотя он основан на реальном грузовике, и обладает некоторыми действительно интересными функциями, которые должны сделать его действительно эффективным. Вы сможете перевозить 4 единицы груза на каркасной тележке-боковине, а также сможете буксировать прицеп за собой. Так вот, это не обязательно первый грузовик, который когда-либо делал это, но это один из первых грузовиков, который делает это с таким прицепом. Большой заводской размер шины, при этом размер шины составляет 71 дюйм. Если говорить о вариантах отстранения, то у тебя есть только один вариант, но я чувствую, что тебе скорее всего больше ничего не понадобится. А что касается коробок передач, то у тебя есть специальные, точно настроенные и усовершенствованные коробки передач. Хотя имейте в виду, что поскольку это своего рода ранняя сборка для разработки, которая демонстрируется на общедоступном тестовом сервере, эти параметры потенциально могут измениться позже в будущем. Что касается двигателей, то в настоящее время у нас есть КСКТ 8 490 520, мощностью 530 тонн, стоимостью 250 рублей за один и 250 рублей за два. И конечно же вы можете ознакомиться с индивидуальными ценами на эти двигатели, которые указаны прямо здесь, а также конечно же с соответствующим соотношением мощности и веса. А теперь еще раз, мы рассмотрели коробки передач, варианты подвески, а также что касается шин. У вас есть один, два, три, четыре стандартных варианта по умолчанию. А затем, если у вас есть дополнение Тая ДЛС, вы также получаете эти три дополнительных варианта. Когда дело дойдет до выбора шин, я скорее всего остановлюсь на этих Джат Эмш 3. Понятия не имею где и как они получили такое название, но они выглядят потрясающе и определенно очень хорошо соответствуют характеру грузовика. Так что давай перейдем к вариантам лебедок. У нас есть стандартная тяжелая лебедка и удлиненная тяжелая лебедка, усовершенствованная тяжелая лебедка, а также тяжелая лебедка с двумя двигателями. Что касается блокировки дифференциала, то у нее есть возможность блокировки дифференциала, но она не входит в комплект поставки. Так что тебе придется установить его самостоятельно. Что касается подводного плавания, то здесь у тебя есть пара вариантов, которые, честно говоря, выглядят довольно уникально для данного грузовика. А если добавить дополнительные элементы каркаса, то получится кран повышенной грузоподъемности. У вас также будет большой выбор маленьких кранов. Я бы сказала, что у вас также будет приличное разнообразие бортового оборудования. А потом, конечно же, вы получаете вот это, плавающий кузов, который может перевозить 4 единицы груза. Вы получаете длинную платформу, большую раму для технического обслуживания, топливный бак, пожарный бак. Все это разные варианты. Варианты. И, конечно, если вы хотите перевозить прицепы с помощью этой штуки, у вас есть возможность выбрать высокое седло, но не низкое седло. Я подумала, что у тебя будет возможность выбрать и то, и другое. Теперь, что касается визуальных эффектов, у тебя есть несколько разных козырьков. Я не знаю, сильно ли они визуально дополняют грузовик, но ты можешь судить об этом лично. А теперь, с точки зрения крыши, это интересно, потому что у вас есть несколько различных вариантов. Так что на самом деле это была совсем не та функция или вариант, который я ожидала увидеть. А теперь, что касается переднего бампера, у нас есть прочный трубчатый бампер. У нас также есть усиленная планка, а затем у нас есть обычный бампер, который является довольно стандартным. А также другие опции. У вас есть круглый маячок, двойные рожки, четырехгранные рожки. А что касается выхлопных газов, то у вас есть один из самых больших выхлопов с откидной крышкой, который я когда-либо видел. Честно говоря, я не видела ни на одном грузовике в этой игре. Кроме того, у тебя есть выхлопная труба с откидным верхом и стандартная выхлопная труба, которая очень маленькая. И, конечно же, поскольку предстоящее дополнение 12 сезона посвящено ядерной энергетике, вы также получите несколько новых наклеек на ядерную тематику. В том числе и все чисто, атом, опасный груз, эко-лаборатория, эко-патруль, высокое напряжение, зеленый свет, колеса прогресса, радиоактивный. Ты можешь прочитать, что список можно продолжать. А теперь еще кое-что. Если ты обратишься к наклейкам на салон, то сможешь немного ознакомиться с интерьером этого грузовика. Интересно, ты можешь взглянуть на схему ручного переключения передач, которую ты можешь себе представить за рулем чего-то такого размера. Это камнерезная машина MTB8106, и это она. Ну что же, я предоставлю вам самим решать. Я не являюсь поклонницей всего этого. Я имею в виду, что если ты тоже фанат этой штуки, то это здорово. Но, честно говоря, я не испытываю особого интереса к ее использованию. Я просто пользуюсь ею, управляю ею. Честно говоря, я, вероятно, просто выясню, где она находится на одной из новых карт. А затем вот и все. Теперь ваши движки, честно говоря, выглядят вполне прилично. Тем не менее, даже при максимальной мощности двигателя вы находитесь на уровне B. А B, это, честно говоря, очень плохо, когда дело доходит до чего-то подобного. Так что с точки зрения коробки передач у вас в значительной степени стандартный тариф скаут. С точки зрения подвески у вас есть. О, боже, они называют это гусеничной подвеской. Я. О, нет, они назвали это гусеничной подвеской. Здесь есть несколько новых вариантов шин, но мне все равно кажется, что они не спасут ситуацию. У меня действительно такое чувство, что они вообще не собираются это спасать. Это не то, что я хотела бы использовать. Я знаю, что это звучит очень-очень печально по поводу этого транспортного средства в целом. Но, честно говоря, я чувствую, что причина этого в том, что это действительно не самый захватывающий автомобиль в мире. Посмотрим, когда на ней действительно можно будет ездить. Но, опять же, вы сами можете судить об этом. Сейчас, на момент записи этого видео, дополнение «Северная Каролина» все еще заблокировано для реального игрового процесса. Хотя вы можете перейти к своему внутриигровому режиму, например, сохранить режим компании, сохранить режим карьеры, называй это как хочешь. А ты можешь посмотреть на страницу предварительной загрузки дополнения. Теперь твои региональные задачи – построить атомную электростанцию, градирни, а затем, похоже, построить что-то вроде спутниковой системы, чтобы соединить все это воедино. Теперь в описании региона говорится о теплом климате, реках и озерах, зеленых холмах, пышных лесах и лугах. Субтропическое лето в Северной Каролине славится своей мягкостью и приятностью. Хотя, честно говоря, я не собираюсь лгать, оно не всегда бывает таким мягким. Тем не менее, энергетические компании видят в этих землях огромный потенциал, и очевидно, именно в этом и заключается ваш собственный игровой процесс. Теперь у нас есть 4 карты – залив трубопровода, реактивная зона, равнины и холмы Авиро. Теперь, похоже, у нас есть только одна карта, особенно там, где единственное, что ты сможешь сделать – это войти в систему. Так что нам придется подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Но в заключение я хочу узнать, что думаете о предстоящем дополнении к 12 сезону Северная Каролина. И если у вас есть какие-либо мысли или мнения вообще о регионе, количестве карт, направленности этого конкретного дополнения. Или, может быть, вы у вас есть мнение о транспортных средствах, будь то положительное, отрицательное или просто нейтральное. Или, может быть, вы уже продвинулись дальше, и вам неинтересно это дополнение. Или, может быть, это дополнение вам очень интересно, и оно возвращает вас к игре. Кто знает, но как только это дополнение станет доступно для реального игрового процесса, будьте уверены, все это будет доступно прямо здесь, на канале. Так что, учитывая все сказанное и сделанное, я надеюсь, что вам понравился этот первый взгляд на предстоящее дополнение для Северной Каролины, и я увижу вас всех в следующий раз.